У меня немножечко по-другому все это продумано, поскольку не было четкой задачи, вот, и я, так, не знаю, пока я, наверное, не буду шарить экран, в общем, я в VR решила продолжать свою же тему. У меня есть тема, я работаю с телесностью и осмысляю ее в современности, как на наше тело, на нашу нервную систему влияют у нас технологии, ну, в общем, скорее расскажу лучше про конкретный проект. Я один такой большой и тоже пока гипотетический проект продумала для одного из наших занятий и хотела бы его на минималках развить в виртуальной реальности. В общем, поскольку у нас здесь контекст и рифмы, да, у нас же есть все-таки тема, и как раз-таки один из моих таких глобальных нереализуемых, я думаю, никогда проектов, он назывался «Тело эпохи». И я взяла, у нас было 10 лекций по каждой исторической эпохе и по искусству, которое в нем представлено. И я очень, ну, брала каждую эпоху и насматривала, и насматривала, как телесный терапевт, тела этой эпохи. То есть я в основном смотрела тонус нервной системы, осанку, посадку головы, в общем, свои профессиональные темы. Тонус взгляда уже, когда появляется на картинках, можно увидеть. И, в общем, это какая-то такая важная тема. Вот этой своей наработанной интуиции я выбирала какие-то общие, как тело расположено, как оно выровнено. И из каждой эпохи брала по одному телу и составляла такую выставку, и показывала, как тело либо меняется. Ну, и, конечно, я не писала исторический текст, потому что это не в моей компетенции и не мой интерес. Я скорее обращалась вот в том проекте к методу некроэмпатии, которую предлагал Пелевин в своём романе «Непобедимое солнце». И предлагала, если вот человек приходит на эту выставку, самому подключаться к этому телу эмпатически и представлять, как из этого тела, там, допустим, у египтян, вот оно вот так изображено, да, там плоско. Понятно, что тело таким не было, это всё равно очень политическая штука, да, почему в одной эпохе там тела изображались так или таких дам, например, брали и изображали, да. Возможно, это были модные какие-то дамы, да, возможно, это были идеальные какие-то дамы. Сейчас мы этого не узнаем, и вот это не моя задача, потому что я не историк. И поэтому я просто брала это тело, такое репрезентативное тело эпохи, и предлагала к нему эмпатически подключаться. И вот в том, что я хочу реализовать в VR, вот это верх моих способностей. Так, вот смотрите, я взяла три, будет три скульптуры. Вот это, это вот маленькая Венера Вальдорская. Вот это, это у нас, значит, 30 тысяч лет до нашей эры. Это 130 лет нашей эры, ну, фактически нулевые, так скажем, нашей эры. Это Венера Милоская. И это я нашла в скетчфабе модель, я вот там технически потом вас спрошу, если нужно, я её куплю. Это такая современная модель тоже, которая представляет тело нашей эпохи. И я примерно продумала, что это помещение 5 на 9 в полу и высотой примерно 4 метра. То есть это соотносимое с размерами человеческого тела. То есть это недалёкие расстояния должны быть. И я посмотрела, что вот это фактически 2 метра размер вот этой вот статуи. Но эксперты говорят, что её размер, сам рост без всяких вот надстроек, 166 сантиметров. И я, соответственно, вот тут выстроила всё примерно на уровне глаз, чтобы было на 166 сантиметров. И вот эту вот модель взяла как метр девяносто. Потому что вот модная как раз модель, она метр девяносто. И я хочу назвать эту выставку «Тонус нервной системы». Вот здесь будет описание. И вот здесь, как Дмитрий предлагал, будет моё описание как автора. Вы видюху предлагали, забыл здесь не супервысокого качества, не супервисокого. Вот такая экспликация. И дальше мне бы хотелось, чтобы это помещение всё было примерно такого телесно-персикового цвета, чтобы человек, ну так скажем, не агрессивно, но в такую попадал что-то телесное, как утробу, что ли. Да, утробу не в пугающем смысле этого слова. Да, Дмитрий, что-то хотел спросить? Да нет, просто я сразу же по примечанию. Всё, что вы говорите, да, потом всё это должно быть вами тоже вот записано, как мне, как техническое задание. Не устно, а потом вы просто сделаете это письменно. Это всех касается тоже, да? Это просто замечание, походу. Сказать, что пока возможно, и потом это всё, да, написать. Потому что у меня сейчас есть вот самый важный технический такой вопрос. И в некотором плане, то есть я предлагаю, почему тонус нервной системы? То есть опять-таки я предложу настраиваться на эти статуи, и каждому как бы понять через тело, вот как он соотносится со всеми этими телами, и все эти женские тела. И тут есть тема, которую я тоже не хочу напрямую говорить, что для меня это во многом тема политическая, ну как бы как про капитализм протекущий. Потому что про эти эпохи я как бы не могу знать, я могу только предполагать. И вот эту вот статую я, знаете, хочу, Дмитрий, как сделать. То есть возможно ли такое, чтобы вот на неё смотришь, ну её как бы видишь вот здесь в ряду. Если поворачиваешь немножко взгляд, чтобы она появлялась, я там нашла три позы этой девушки, там она так стоит, там так стоит, ну всячески там так типа стоит. Я нашла три позы, и вот я бы хотела, чтобы, например, человек в эту сторону поворачиваться, она тут оказывалась, ну в другом конце зала, но там, чтобы она пропадала, чтобы, грубо говоря, было три направления, куда человек ориентируется, там бы появлялась эта штука. И чтобы это напоминало как бы рекламу, которая, ну так, в глаза бросается. И я тоже хочу, вот здесь вот стрелочками написано, что это меньше всего будет подсвечено, ну относительно это в среднем, а это, ну как, грубо говоря, неоновая реклама. Вот.